Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут Марина и сегодня выходит у нас в свет вторая часть нашего совместного вязания в первой части мы уже связали с вами пол спинки до дошли до проймы рукавов и теперь перейдем дальше к вязанию значит я наверное сначала постараюсь схематически объясните отход работы то есть вот здесь у меня на картинке спинка нарисована сейчас будем переходить на перед я решила что у меня будет v-образный вот вырез значит сейчас у нас здесь должно быть 23 петли и 23 петли на каждом плече в процессе прибавок выполнения закругления для рукавов на там где у нас будут проймы у нас к работе добавилось 8 петель то есть каждая прибавка это две петли нам дает у нас было 2 прибавки 4 петли с одной стороны и симметрично с другой стороны тоже было 2 прибавки по 2 петли получилось 8 петель то есть вот здесь видно да а в расчетах сейчас я попробую поближе показать то есть вот таким образом да видно откуда взялось 81 петля то есть 23 петли с одного плеча 27 это вот вырез горловины по спинке мы набирали и еще 23 это второе плечо 8 петель это как раз 2 прибавки по 2 петли с каждой стороны этого получилось 81 петля чтобы нам выйти на 81 петлю по переду здесь внимание если у вас грудь достаточно ну скажем так существенного размера от трех с половиной дата конечно же здесь закладываете изначально большее количество петелек просто потому что на грудь тоже да путь полотно тянуть и некрасиво садится если у вас это уже сайста тем не менее тоже делайте чуть побольше но не назначительная часть значит получается у нас здесь выпало наши до 27 петелек со спинки которые мы набирали их нам нужно добрать и этим самым мы будем как раз и оформлять вырез горловины если у вас будет круглый вырез то вы можете тоже доделать небольшие прибавки потом просто набрать петли но так как я вижу скажем так в образный вырез до мне нужно посчитать каким образом я считаю смотрите значит мне нужно набрать добрать до 21 петлю теперь я разделю двадцать одну петлю на 2 но у нас не получится целое число да то есть получится по 13 с половиной поэтому я отниму одну петлю и сделаю ее центральной буду иметь ее в виду здесь я ее помечу да и буду иметь ее в виду значит у меня получилось 26 петель от меня общее количество теперь это общее количество я разделю на 2 потому что у нас же две части да то есть до того как мы объединим наш перед полностью до в поворотное вязание необходимо добавить под 13 петель с каждой стороны дальше смотрим каждая прибавка у нас дает сразу две петли то есть мы из одной петли повязываем 3 тем самым одна у нас и стала как была так и осталась и добавилась две петли теперь 13 петель мне нужно разделить на 2 мне не получается да целое количество то есть я пишу что мне должно быть 6 прибавок здесь я напишу плюс 1 петля буду это же иметь ввиду значит 6 прибавок мне нужно сделать каждая прибавка дает мне две петли то есть вот таким образом если говорить схематически здесь у меня 23 петли мне необходимо здесь сделать 6 прибавок вот таким образом каждая прибавка даст мне по две петли теперь дальше что в каком темпе мы будем делать прибавки от того какой темп прибавок вы выберете будет и зависеть и глубина вашего выреза и скажем так его форма то есть это может быть абсолютно то есть если говорили на маленький вот такой это может быть и такое я примерно определилась со своим темпом то есть первая прибавка у меня будет к через порядка пяти сантиметров я провяжу да здесь напишу 5 сантиметров то есть и потом будем делать темп прибавки ну где-то 8 10 ряд по ходу вязания определимся я надеюсь что пока схематически более-менее это что-то понятно давайте собственно говоря перейдем к практике потому что не хочется сильно долго затягивать значит вот наша деталь да такая по полу спинка я ее называет у меня изнаночная сторона сейчас мы повернем все вот эти шумы я извиняюсь но здесь по-другому не получается потому что здесь и петли держатель да и в общем всего до кучи и теперь мы переходим к вязанию я буду вязать чтобы вам было понятнее каждую часть отдельно до того момента как я не оформлю полностью вырез это можно делать конечно параллельно из двух клубков на одной спице но так как у меня мастер-класс подробный рассчитан конечно же тоже на новичков поэтому я решила что я буду вязать каждую деталь да вот скажем так отдельно подробно и понятно начну все то же самое мы будем делать мне необходимо поднять здесь тоже самое количество что и меня было на спинке то есть это мои 23 петли каким образом мы поднимаем здесь вы можете поднять по изнаночной стороне и тогда вы получите до ярко вырежу выраженную вот эту косичку из лицевых петелек но я не хочу эту ярко выраженную косичку как обычно да вот я набираю в соседнюю от кромочной следующую петлю мне нужно здесь поднять напомню согласно моим расчетом 23 петли подняла свои 23 петли теперь поворачиваю работу на изнаночную сторону и все то же самое буду вязать как и в предыдущем случае да то есть 1 кромочная и снимаю начинаю вязать с лицевой петли лицевая изнаночная таким образом вяжем до конца нашего ряда то есть во втором но в лицевом будет уже ряду мы будем вязать нашу полу патентную резинку и собственно говоря ей мы провяжем порядка пяти сантиметров не если вы хотите более скажем так скромный вырез дату был буквально вот сразу бук 3 ряда провяжите и начинайте делать прибавку для выреза горловины по поводу прибавок и выреза горловины здесь все индивидуально смотрите насколько глубокий вы хотите вырез главная цель что нам нужно выйти на если у вас грудь небольшого размера до приблизительно одинаковое количество петель по переду и по спинке ну вот я провязала свои пять сантиметров и теперь буду делать первую прибавку что еще касаемо прибавок если у вас меньшее количество по спинке для выреза горловины да то есть у меня здесь было 27 если у вас меньшее количество соответственно прибавок нужно делать меньше если меньше прибавок уба прибавляйте расстояние между прибавками то есть так прибавок увеличивается я сейчас покажу вам первую прибавку я нахожусь сейчас на лицевой стороне вот здесь где мне петли держатель до с петельками это у меня будет рукав то есть прибавки мы будем делать в конце ряда ну вот я дошла к своим последним четырем петелькам на спице если по спинке когда мы оформляли наш закругление для рукава для проймы мы делали прибавки в изнаночную петлю то для выреза горловины я буду делать в лицевую то есть теперь изнаночную я провязываю изнаночной и вот здесь у меня лицевая петля я буду делать прибавку таким же образом 1 лицевая накид 1 лицевая и дальше по рисунку теперь перехожу на изнаночную сторону кромочную снимаю одну лицевую и теперь у нас идет прибавка да то есть три петельки их мы вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночную и дальше вяжем как обычно мы до этого висали хотя провязала первую прибавку да сейчас я довезу до конца моего ряда и просто без прибавок прямым полотном я буду вязать еще порядка восьми рядов да и там уже посмотрим в каком ряду лучше все-таки делать прибавки то есть я буду закладывать от такт прибавок ну вот я провязала свои 10 ряду то то есть начиная вот то от того места где у нас была прибавка я сначала провязала 8 рядов не показалось немножко недостаточно я довязала еще два ряда и того в общем провязала 10 рядов теперь я нахожусь в одиннадцатом ряду на лицевой стороне и вот буду делать прибавку также до в третью лицевую вот эту петлю от края мы считаем то есть вот она 1 2 3 в эту петлю я буду делать собственно говоря прибавку делать буду я прибавки точно таким же образом и того мне нужно будет всего 6 прибавок так я буду делать каждый 11 вот сейчас я провязала 4 свои прибавки у меня их уже видно до 1 2 3 сейчас я буду делать четвертую прибавку здесь интересный момент нужно заострить внимание на том что мы не забываем делать прибавки для закругления нашего рукава да то есть то что мы вязали вот здесь такие 2 прибавки мы про них не забываем у меня так совпало что сейчас у меня будет 4 прибавка для выреза горловины и мне необходимо сделать первую прибавку для закругления проймы скажем так вязать я буду точно таким же способом как мы делали до этого то есть вот я сейчас нахожусь в лицевом ряду первую петлю снимаю вторую провязываю третью снимаю и теперь в изнаночную вот эту петельку да я буду делать прибавку то есть также из одной петли вывязываем 3 лицевая накид лицевая все и дальше мы вяжем по рисунку если у вас там момент тоже с прибавками да не забывайте делать прибавку для выреза горловины по переду если нет если вы вяжете еще прямо то вяжите прямо вот я пришла к своей прибавки на изнаночной стороне да то есть тут я буду провязывать по рисунку я провязала свою первую прибавку для закругления проймы вторая прибавка будет в пятом ряду от первой прибавки на также будем делать в изнаночную петельку в четвертую от начала работы то есть 1 2 3 вот в эту ну вот я провязала свою деталь сейчас я значит говоря в подробности когда нахожусь на лицевой стороне я выполнила 2 прибавки симметричные также как и на спинке попробую показать немножко в кадре на все говорить вот у нас были прибавки по спине и такие же прибавки вот у нас здесь по переду то есть это для закругления проймы значит я еще не все убавки в прибавки выполнила да у меня должны было быть 6 прибавок но у меня пока сейчас 5 и вот на данном этапе мне необходимо да вот сверить я посчитала все свои ряды если говорить вот мы сейчас и покажу изнаночную вам сторону да и принцип то есть вот я вышла на один и тот же уровень больше мне по прямой вязать не нужно мне нужно будет объединить то есть сделать подрез и объединить переднюю часть и спинку но я этого не могу сделать потому что у меня отсутствует конечно же вторая моя часть ну и учитывайте то что у меня будет вырез глубже чем пройма сама да поэтому я пока в круг объединить изделия не могу но тем не менее мне нужно связать до вторую часть симметричную 1 и потом я перейду на поворотное вязание сделаю подрезы и буду продолжать дальше вязать раздельным вязанием пока не сделаю все свои прибавки по вырезу горловины что касается выреза горловины если у вас не такой глубокий вырез горловины то вы конечно же же можете объединить если вы связали вторую детальку второе плечо да вы можете объединить все в круговое вязание и уже как говорится вязать по кругу да но не забывайте про подрезы если же говорить конкретно о моем примере да вот у меня получается попробую немножко шумно будет спицу вытащить ниточки не пугайтесь нить кстати вот здесь пока не обрезайте то если вы не уверены но мне еще необходимо будет сделать прибавку одну-две и в общем я нам не пока остается я эту если говорить о моей конструкции сейчас это выглядит примерно вот так вырез как вы видите у меня получается довольно таки плавный если вы хотите вырез скажем так более резки да то есть маленькие такой да то делайте такт прибавок на буквально там в каждом четвертом ряду то есть мой такт мне позволяет сделать скажем так плавный но тем не менее не круглый да вот такое интересное наверное это больше называется у образный до вырез чем в образный у меня в принципе тут не сильно большая разница то есть вот вы видите да если говорить по плечу то вот на что получилось моя цель была отчетливо выделить вот эти три полосочки до из лицевых петелечек если у вас нет такой цели вы можете набирать петли вот здесь по плечу на изнаночной стороне тогда у вас будет выглядеть примерно вот так да то есть но я такого эффекта себе не хочу и вам не советую но тем не менее вот мне нравится когда выглядит вот так вот эти линии скажем так отчетливо выделяется но мне почему-то больше так нравится теперь я буду вязать вторую часть своего плеча все точно также симметрично первой части то есть мне необходимо набрать петли набирать петли я буду как всегда на лицевой стороне да зайдем кстати исключением что теперь прибавки для нашего выреза горловины я буду делать в начале ряда то есть если вы на этой части вязали в конце ряда то вязали в лицевую третью петлю то вот здесь в другой стороны мы будем вязать в третью петлю от начала ряда то есть также в лицевую и в том же темпе ну вот я связала свою вторую деталь до вторую часть то есть у нас теперь полностью все одинаковое получилось что одно плечо что 2 сейчас я попробую положить это для более наглядности до чтобы вы посмотрели в раскладке ну вот смотрите да вот мы сейчас находимся а точнее сказать и я а нахожусь на том этапе что вот я закончила свое расстояние именно проймы да то есть вот это расстояние у меня уже все закончено теперь я перехожу к подрезам единственный нюанс то что все мои прибавки я не закончила делать у меня здесь выполнено 5 из 6 моих прибавок то есть вот уже да вы видите как получается вот вырез уже формируется теперь маленький лайфхак да для тех кто не хочет вязать джемпера хочет кардиган либо жакет не объединяйте в круг сейчас мы сделаем подрезы с вами да и вы можете раздельным вязанием продолжить до конца изделия то есть вот он готовый расчет готовый мастер-класс практически на кардиган но я буду вязать пуловер или джемпер до своеобразным вырезом и я нахожусь сейчас на лицевой стороне провяжу этот ряд и наберу петли подреза по количеству петель подреза сколько набирать в моем случае я буду набирать всего 3 петли я думаю что мне этого в принципе достаточно единственный нюанс который вы должны учитывать что количество петель должно быть нечетным для того просто чтобы резинка у нас не сбилась вот это шла до конца моего ряда и теперь смотрите у меня кромочная будет теперь лицевой петлей то есть она у меня играет роль будет лицевой косички теперь просто обычным способом я набираю 3 петли по размерам такт прибавок то есть вот этих до петель подреза 3 5 7 9 в общем и так далее но не слишком много как правило петли 1 подреза должны составлять 8 процентов от полотна до петли подреза но я знаю примерно на какой размер то я вижу и с этой пряжи я например знакома то есть я считаю что мне этого в принципе 3 петли мне достаточно потому что у меня здесь еще будет прибавка и плюс я не хочу слишком широкое так сказать тело до всего изделия теперь я соединять буду перед и спинку то есть я набрала петли подреза сюда поставлю спицу для удобства не пугайтесь это не так страшно как выглядит да то есть вот теперь смотрите у меня было три петли если говорить об узоре здесь у меня получается лицевая должна быть изнаночная лицевая изнаночная и тут я прихожу опять к моей лицевой то есть дальше я просто этой же нитью которая делала подрез следующим образом просто у меня это лицевая которая была кромочной со спинки я буду переснимать и дальше я вяжу по рисунку изнаночную провязываю лицевую снимаю и с другой стороны я буду делать все то же самое набирать петли подреза таким образом да вот этими петлями подреза я объединяю перед и спинку то есть полочки так ну то есть вот мы теперь провязали спинку набираем 3 петли нашего подреза и присоединяем теперь полочку да также кромочная участвует в узоре уже вот если говорить о выполнении хода работы на то есть вот здесь у меня выполнены прибавки не абсолютно у меня симметрично сейчас я нахожусь на лицевой стороне то есть моя лицевая сторона выглядит таким образом я еще объединять в круг пока не буду потому что у меня еще не выполнены все мои прибавки по вырезу горловины до по переду если уже пришли к необходимой глубины выреза можете объединять в круг и вязать дальше по кругу ну вот я перешла к моим наборным петелькам которые были мне петли подреза да я их буду провязывать по рисунку то здесь у меня была изнаночная тут будет следующая лицевая затем за ней идет изнаночная петля дальше лицевая и теперь опять-то возвращаясь к нашему узору изнаночная с накидом вместе все мы провязали первый подрез до петли подреза то есть вот так это выглядит моем положении мне еще раз повторюсь до 3 петли достаточно вы ориентируйтесь на свой размер на свою плотность на толщину пряжи со вторым подрезом буду делать все то же самое ноте сделала последнюю прибавку на у меня всего получилось 6 прибавок вот таким образом сейчас выглядит мое изделие то есть вот такой у нас получается вырез но я скажу что это своеобразный все-таки вырез горловины и теперь я буду соединять все вот эти все вот эти петли для кругового вязания каким образом вы посмотрите на сейчас я вязала поворотными рядами если вы хотите вязать кардиган либо жакет вы можете дальше продолжать вязать поворотными рядами то есть не объединяя в круг все возможно если же вы вяжете как я их пуловер или джемпер дата мы будем объявить в круг здесь я провязала последнюю кромочную петлю изнаночной на сейчас я пересниму вот смотрите чтобы у меня совпал по рисунок да у меня сейчас находится две лицевые рядом и если я сейчас сейчас продолжу вязать по рисунку дата у меня будет такая полоска из двух лицевых и рисунок наш собьется поэтому я просто возьму удобным для меня способом сделаю из этих двух петелек одну более удобным способом просто провяжу их две вместе вот здесь да не переживайте потому что мы будем еще делать обвязку по горловине поэтому все это скроется вот здесь мы будем потом набирать петли да и центральная петля у нас останется поэтому мне этот момент был важен теперь когда я объединила все в круговое вязание я все-таки вот здесь то рекомендую обрезать нить на данном этапе кстати уже можно сделать первую примерку посмотреть как села пройма для рукава посмотреть насколько глубок или нет ваш вырез в общем собственно говоря как вообще выглядит и теперь когда мы переходим на круговое вязание вот здесь нужно повесить маркер если вам не принципиально где у вас находится начало ряда для меня это принципиально потому что все равно маленький переход будет заметен поэтому я просто сейчас вот эти провязаны петли перенесу на другую спицу то есть вот как есть у меня с накидами до переносить я буду до тех пор пока не окажусь вот в этой петле то есть это будет здесь было у нас три петли подреза и в центральную данном будет эта петля мне будут как бы ориентиром да и как говорится боковым швом до вот этой петли я просто перекину нити петли вернее да и прикреплю новую нить на вот мы получается лицевая моя петля которая имитирует у меня будет боковой шов да я просто скажу так что это условно естественно здесь ничего видно не будет бесшовное абсолютно изделие то есть теперь что нужно сделать я рекомендую поменять спицы да на размер чуть больше не знаю как у вас у меня по плотности вязания круговое мое вязание получается плотнее чем поворотными рядами поэтому я возьму буквально на пол размера спицы больше то есть если это у меня были три с половиной то я буду брать четверку и просто дальше буду вязать по кругу на необходимую мне высоту и вот теперь давайте перейдем к размерам да а именно наверное всем интересно сколько здесь получилось высоты сейчас посмотрим то есть если говорить от этой части вот у меня получается 22 сантиметра но если говорить от того момента где мы набирали петли от нашего плеча до меня получается 24 сантиметра еще раз оговорюсь что у меня а вырез мой горловины глубже да то есть он получается длиннее чем сама где у меня находится подрез до район подмышки мне это нужно для того чтобы просто мне еще будет обвязка да слишком глубокий вырез мне не хочется и при этом мне хочется чтобы достаточно он был большим то есть но вот так это примерно выглядит на данном этапе данную часть я решила что наверное пора остановиться да чтобы просто не перегружать чтобы больше не были большие по объему мастер-классу при этом были информативны и полезны поэтому вот вторая часть на этом заканчивается в третьей части мы с вами свяжем начнем по крайней мере до вязать рукава то есть мы будем набирать из проймы я покажу каким образом и займемся рукавами то есть вот эту часть именно длину изделия вы вяжете самостоятельно я думаю тут ничего сложного нет просто по кругу по узору этому то есть повторяется первый и второй ряд больше ничего здесь сложности нет на какую длину то есть вы решайте сами для себя да я по ходу потом когда уже отвяжу я скажу на какой все таки длине остановилась я тем кто со мной вяжет да я также обращаюсь к вам девочки ну если вяжут еще и мальчики так вообще замечательно пожалуйста выкладывайте свои процессы под хэштегом да сейчас вот вы видите на экране этот хэштег в instagram если какие-то у вас есть вопросы непонятки пишите мне в комментариях если по какой-либо причине вы стесняетесь написать в комментариях пишите в instagram мне и конечно же отмечайте меня в своих публикациях чтобы я видела и если что могла вам помочь потому что напоминаю что после того как вышла первая часть у нас есть ровно 14 дней это практически прямая связь со мной да то есть все нюансы какие-то может быть помощь в расчетах далее каких-то направляющих немножко где-то что-то пояснить кто-то что-то недопонял я всегда охотно помогу но это только действует на момент 14 дней то есть вот учитывайте этот момент тоже но носил на этом буду вообще прощаться с вами да и до новых встреч спасибо что смотрите вяжите со мной и всем ровных петель и пока